100-ваттный паяльник прекрасно работает Всем привет, друзья! Иногда в машине необходимо 220 вольт переменного напряжения Конечно, продаются разные преобразователи, их очень много Но я хочу показать альтернативный вариант, как я поступил 3 года назад Как можно выйти из положения, ну, буквально за копейки Вот этот бесперебойник я купил на Авито за 200 рублей 3 года назад Когда собирался в поездку на море Ну, мне понадобилось 220 вольт, чтобы заряжать ноутбук У него мощность не такая большая Ну, ватт 300-400 он потянет Спокойно Значит, что я сделал Батареи в нем не было Как правило, батареи выходит из строя Вместо штатной батареи Я подключил крокодилы Вот так Вот это будет плюс Это будет минус Еще Внутри есть такая пищалка Я вскрыл И выпаял Чтобы она не мешала Писк этот раздражает Теперь подключаем Плюс Подключаем Минус Так, попробуем включить Включается с небольшой задержкой Раз Два Три Вот Если так нажмешь, то он не включится Так, напряжение 165 вольт Это, конечно, не 220 вольт Но тут надо учитывать, что Это уже у меня старый аккумулятор Емкость свою он уже потерял Я его использую как Пауэрбанк В поездках Но этого напряжения хватит, чтобы подключить К примеру, паяльник Электроинструменты Зарядить Ноутбук И так далее Сейчас мы проверим Напряжение на аккумуляторе С работающим Бесперебойником И неподключенным потребителем На 220 вольт 12,5 вольт Так Сейчас подключу Ноутбук Подключаем ноутбук Ноутбук Старенький Видавшие виды Подключил ноутбук Можно спокойно работать В любом месте На природе В поездке И так далее Все Ноутбук работает Зарядка Есть Заряжается Через самодельный Преобразователь Из бесперебойника И что хорошо Он тихий Он тяжелый Да Но он тихий У меня есть Мощный преобразователь Напряжения На 1000 ватт Заводской Но этот Мне нравится тем Что он бесшумный Вентилятора в нем нет И для такой нагрузки В принципе Вентилятор не нужен Так как Преобразователь Не нагревается Я спокойно Подключаю 100 ваттный Паяльник Тоже хорошо работает Давайте проверим 100 ваттный Паяльник Прекрасно работает Можно подключить Дрель Но если подключать Более мощную нагрузку Можно просверлить Здесь Отверстие И изнутри Вставить вентилятор Можно даже Сделать кнопочку Когда нагрузка Большая Включать вентилятор Когда вентилятор Не нужен Соответственно Не включать Давайте посмотрим Какое напряжение На клеммах Сейчас Насколько напряжение Просело 12 32 Я думаю Этого аккумулятора Для работы Ноутбука Хватит надолго Во всяком случае В случае 5-6-7 часов Можно спокойно Работать Потом Аккумулятор Поставить на машину И ехать По дороге Можно будет Зарядить Так Выключаем Ноутбук Так Померим Напряжение Ну Без нагрузки Напряжение Поднимается Я думаю Где-то До 12 И 5 Оно Опять Поднимется Так Ну что Подключим Дрель На 400 Ватт Попробуем Что-нибудь Просверлить Вот это Подключаем Так Что Просверлить Он Может быть Кирпич Взять Надеюсь Сверло По металлу Ну-ка Возьмем Палку Она Трухлявая Продолжение следует работает я не знаю как долго ну чё-нибудь сделать можно померим насколько просаживается напряжение напряжение просаживается хорошо ну и дрель довольно таки мощные если подключить к нормальному аккумулятору я думаю попрет еще лучше но ничего он аккумулятор оживает в общем включается надо секунды две подержать раз два три включился отключается так не отключится отключается коротким нажатием вот коротким нажатием не включишь и долгим нажатием тоже не включишь интересно как-то вот две-три секунды раз два три вот так вот работает сначала долго не мог понять ну почему не включается так выключаем но аккумулятор практически не разрядился 12 5 с чем-то был и сейчас 12 5 ну что я хочу сказать вот этот самодельный преобразователь из бесперебойника у него запас прочности намного выше чем если купить китайский преобразователь аналогичной мощности здесь если я не ошибаюсь 250 ватт заявлено я подключил дрель 400 ватт там если возьмете на 400 ватт преобразователь то будет наоборот 200 в общем вот такая история все умещается крокодилы розетка все просто и надежно я не стал мудрить не стал тут вольтметры устанавливать цифровые вентиляторы но такой вот кратенький обзорчик пишите комментарии ставьте лайк если видео было полезным всем пока